Итоги прошедшей избирательной кампании подвели в Самарском региональном общественном штабе по независимому наблюдению за выборами. Встреча прошла на площадке общественной палаты Самарской области. Эксперты отметили, что и серьезных нарушений легитимности выборного процесса выявлено не было. Специалисты обсудили работу общественных наблюдателей, деятельность центра видеонаблюдения, а также итоги работы горячей линии на базе нотариальной палаты, куда могли обратиться все желающие для получения квалифицированной юридической помощи. В Самаре произошло ДТП с автомобилем и мотоциклом. В 22.40 в понедельник 41-летний водитель Рено Логан двигался по московскому шоссе со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Георгия Димитрова. Напротив дома 199 он не уступил дорогу и столкнулся с 19-летним водителем Хонды. Мотоциклиста доставили в лечебное учреждение, сообщили в госавтоинспекции региона. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. В Самаре в рамках НАЗ-проекта в 2024 году отремонтировали 9 дорог, ведущих к спортивным организациям. Всего таких учреждений около 20, сообщили в городской администрации. Список обновленных объектов можно посмотреть в телеграм-канале «Самары ГИС». Напомним, что ремонт участков по НАЗ-проекту «Безопасные и качественные дороги» подрядной организацией выполнили до конца августа. После продолжили приемку работ, которую планируют завершить на этой неделе. Специалисты также будут следить за состоянием отремонтированных участков. Гарантийные сроки установлены на все виды работ. В Самарской области введут режим черного неба с 19.00 10 сентября до 10 утра 11 сентября. Об этом сообщили в Приволжском ОГМС. В Самаре Сызрани, Похвестни, Вотрадном и Чапаевске ожидают неблагоприятные метеорологические условия. В промышленных городах часто объявляют режим черного неба. В таких случаях может ощущаться запах гари и ухудшается видимость. Поэтому лучше ограничить пребывание на улице, а после прогулок рекомендуют проветрить помещение и промыть нос. Сегодня с 8 утра по самарскому времени были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов рейсы из Сочи, Новокузнецка и Кемерово перенаправляли на запасные аэродромы, в том числе в Самару. С 10 часов работу аэропорта восстановили. В Московской области сбили 10 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Силами ПВО Минобороны отражена атака в нескольких округах. Люберцы, Раменская, Подольск, Домодедово, Троицк, Коломна. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, во время ночной атаки БПЛА загорелся многоквартирный дом в Раменском. Жители эвакуировали, а есть пострадавшие. С 8.45 аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимали и не отправляли самолеты. В 8.58 те ограничения сняли. Президент Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации до 1 декабря рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню Семьи Любви и Верности. Полный список поручений по итогам встречи с финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» опубликовали на сайте Кремля. Ответственным за выполнение распоряжения главы государства назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В Новосибирском зоопарке родился детеныш дальневосточных леопардов. Это единственный котенок, который родился в этом году в зоопарках Европы и России. В первые недели самка скрывала от посторонних своего малыша. Когда ему исполнился месяц, ветеринары осмотрели детеныш и определили пол – девочка. Сейчас малышка начинает выходить на прогулки, но мама по-прежнему старается прятать ее при малейшем беспокойстве. Она кормит детеныша молоком и начинает знакомить его со взрослой едой.